Многострадальный украинский танк, Аплот, так и не доехал до Америки.Единственный экземпляр завод имени Малышева пообещал продать США через госкомпанию, спецтехноэкспорт, год назад, хотя договор с Пентагоном заключили еще в 2012-м Но, как на днях стало известно Российскому центру анализа стратегии и технологий, уже в июне 2018-го стороны подписали мировое соглашение о разрыве договора купли-продажи Впрочем, за десятилетия незалежности Украина и так успела, слить, на Запад немало ценных технологий и образцов боевой техники В советские годы дислоцировавшиеся на территории Украинской ССР войска всегда были отлично укомплектованы, в случае серьезного конфликта с НАТО именно им предстояло принять первый удар Неудивительно, что после распада СССР вероятный противник взглянул на эту, витрину, могучей советской оборонки с нескрываемым интересом Да и украинское руководство, взявшее курс на сближение с Западом, особо не привередничило И сидеть на горе военной техники, как собака на сене, не собиралась точка справедливости ради, подобной, щедростью, в 90-х грешили и другие бывшие союзные республики, правда, в более скромных масштабах Советская техника была интересна американцам и их союзникам по трем причинам Во-первых, закупки вооружений позволяли до винтика разобрать самое передовое, железо, вчерашнего противника по холодной войне, чтобы досконально его изучить, выявить сильные и слабые стороны и перенять наиболее привлекательные технологические решения Советская техника предыдущих поколений, попадавшая в США с Ближнего Востока через третьи страны, американцев интересовала мало Эти, псевдорусские, полки вооружались советской техникой и противостояли на полигонах кадровым частям вооружённых сил США Тактики тоже придерживались советской точкой и, наконец, в-третьих, американцы осваивали это простое, надёжное и сравнительно недорогое оружие для обучения бойцов своих частных военных компаний и отрядов вооружённой оппозиции в других странах Там, где этого могли потребовать геополитические и экономические интересы Вашингтона Известно, что в период с 1993 по 2014 Украина поставила в США несколько десятков единиц боевых машин пехоты В основном БМП-2, а также несколько новейших на момент распада СССР БМП-3, поступивших на вооружение в 1987 году Танков американцы закупали меньше, приличное их количество попало в США и с Германии после объединения страны, в основном это были Т-72 В 2003-м Пентагон приобрёл у Украины четыре газотурбинных Т-84 и один Т-80БВ в 2010-м Американцев интересовало в первую очередь бронирование.По некоторым данным, машины использовали на полигоне в качестве мишеней, для проверки эффективности противотанковых средств сухопутных войск США Украинские военные из 14-й Волынской механизированной бригады ВСУ на танки Т-84 во время соревнований «Strong Europe Tank Challenge» в городе Графенвер, Германия 6 июня 2018 Символ авторского права фото, U.S.Army Именно по результатам этих испытаний специально для танков, Абрамс, были разработаны снаряды М829А2 и М829А3 с повышенной бронебойностью Таким образом, тщательное изучение возможностей техники вероятного противника серьёзно повлияло на программу развития американских 120-мм боеприпасов К счастью, сегодня данные, полученные американцами, уже не так актуальны, современные российские ОБТТ-72Б3 и Т-90 оснащены более совершенными системами динамической защиты «Реликт» Естественно, американцы не упустили возможности выкупить у Украины несколько единиц современных боевых самолётов Достоверно известно, что в 2009-м Киев продал чикагской частной компании Pride Aircraft в виде милитаризованные «Спарки» Су-27УБ Американцы за полгода поставили машины на крыло и выложили видео полётов в интернет, после чего следы самолётов затерялись На сайте компании сообщалось, что истребители проданы и больше недоступны.Имя покупателя не разглашается, но высказывались мнения, что на самом деле машины достались Пентагону С большой долей вероятности они используются в так называемой эскадрилье «Агреор», отыгрывающей на учениях роль российской авиации Истребители Су-27ВВС Украины во время многонациональных учений «Чистое небо-2018» в Хмельницкой области Истребители Су-27ВВС Украины 11 октября 2018 Кроме того, известно, что в 2009 году США выкупили у Украины пять оперативно-тактических ракетных комплексов 9К-72 «Эльбрус» с ракетой Р-17, максимальная дальность стрельбы – 300 км Отдельно стоит отметить экспорт в США ряда технологий ПВО.В частности, радиолокационных станций В 2008 году американцы закупили одну РЛС-36Д6М1, которую использовали для выработки мер противодействия российским «Зенитно-ракетным комплексом» с 300 ПМУ «Дефис-2» Кроме того, этот радар использовался в ходе испытаний новых крылатых ракет и новейшего истребителя F-35, а также во время авиационных учений на авиабазе «Неллис» Впрочем, и в этой области в арсенале российских ПВО есть гораздо более совершенные системы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова